Возможности получения сверхтяжелых элементов и при термоэконом взрывах Я буду говорить о возможности получения тяжелых и сверхтяжелых элементов не только в ядерном угле, но и в импульсном угле оси Вот у нас известна дорожная процесса на парке ядера Это процесс быстро захвата нитронов И известен процесс слоу Он красным обозначен Это медленный захват нитронов Там по одному по два нитрона захватывается Потом бета минус распад Образуется новый Z У реактора так нарабатывается или нет Мы будем говорить о быстром процессе Вот эта траектория нарисована когда у нас нитронный поток постоянный И вот кусок траектории в области тяжелых ядер Наработает Нарисован справа красная линия Потом бета распада многочисленные И с переходом в область стабильных ядер Уравнение, которое описывает процесс образования новых ядер Уравнение фактически для концентрации Первый член это усилий, подсеркнутый, стандартный бета распад Потом идут N гамма процессы с образованием нового более тяжелого ядра Гамма N процессы, которые образуют более легкие ядра Потом процессы, сопровождающие бета распад Вот в бета там написано Это, во-первых, эмиссия нейтронов Запаздывающих, то есть после бета распада После бета распада может идти деление Нейтронов может по два, по три нейтрона испаряться после бета распада Ну и деление вот красным обозначено И член связанный с нейтрином, захватом нейтрина Нейтрином вообще очень много, но мы пока этот форсес не учитываем В будущем будем учитывать При взрыве звезды, например Вот здесь изображена волна нуглея синтеза То есть как образуются ядра, новые ядра По горизонтальной оси Айкорг По вертикальной логарифм концентрации Видно, что наверху через полсекунды примерно до 100 градусов доходит Волна нуглея синтеза Где-то через полторы секунды до 200 градусов доходит Ну и уже за три секунды Вот при этих условиях, которые здесь написано Где-24 плотность нейтрона Уже образуются и тяжелые ядра Это сверхновая? Нет, это я пока модель описываю, не касаясь какого-то сценария Вот что такое западающий процесс Здесь нарисовано ядро распадающееся материнское Дочернее ядро АЗ плюс 1 Видно, что энергия бета-распада Кубета Она очень большая, может быть 10-15 меф Она больше энергии отрыва нейтрона И поэтому в дочернем ядре, если заселяются уровни выше вот этой вот энергии отрыва нейтрона То вылетает нейтрон, который не конкурирует с гамма-распадом возможно Потому что это совсем разные скорости Может заселяться в более высокие состояния Тогда по два нейтрона уже вылетают Если заселяется от состояния выше, чем барьер деления в дочернем ядре То после этого идет деление, которое сопровождает бета-распад Ну, для того, чтобы описать вот эти все процессы Вероятность включает силовую функцию бета-распада Ну, соответственно, ширины всякие Силовая функция бета-распада Это величина, которая у нас рассчитывается в Мигдаловской теории конечных ферми систем Грубо говоря, распределение квадратов матерических элементов по энергии Вот здесь видно влияние одного из запаздывающих процессов Наверху красная, это наблюдаемая распространенность элементов По горизонтальной оси А, по вертикальной логарифме концентрации Ну, кривые черненькие, они сдвинуты параллельно вниз Так сказать, нагладывать их друг на друг Кривых смысла не имеет Мы видим, что внизу идет кривая такими спиками Которая не учитывает эмиссию запаздывающих нейтронов А потом уже повыше, вот эта более гладкая кривая Вместе к наблюдаемой Это уже с учетом эмиссии запаздывающих нейтронов То есть видно, как сильно влияют вот эти все процессы, сопровождающие бета-расвал Теперь мы переходим к импульсному процессу Значит, в импульсном процессе У нас, например, взрыв идет, сверхновый разлет начинается Плотность нейтронов спадает Ну, по какому закону напишем, по такому и будет спадать Значит, если она спадает экспоненциально, разлет идет адиабатический То мы видим вот эту зеленую траекторию Вместо синей То есть это вот динамический процесс Видно, что эта зеленая траектория Поскольку в конце пути нейтронов очень мало становится То есть они потенциально спадают А то до сверхтяжелых элементов дело может и совсем не дойти Поэтому, значит, на первом этапе нейтронный поток должен быть большой И, например, не спадать То есть двухстадийный процесс должен быть, по крайней мере Вот это сейчас рассматривается такой вопрос Ну вот в нейрофизорной недавних статьях по новому было опубликовано Где вот только так и можно добраться до сверхтяжелых элементов Потому что если мы просто будем разлетаться, то у нас сверхтяжелые элементы не образуются Вот видим, что в области тяжелых ядер траектория вот эта зелененькая проходит И она уже в конце везде совсем линии стабильных ядер Ну относительно стабильных, там ничего стабильного нету Вот, относительно стабильных ядер Вот это вот уже здесь проходит совершенно другая траектория процесса Значит, в уравнение, которое я раньше вам показывал В уравнение входит время во все члены, которые связаны с нейтроном потоком Или с температурой Температура тоже падает, естественно Вот, в деление время не входит То есть в деление, как оно было, так оно и осталось А во все остальное входит временная зависимость Тая или иная, какое мы туда сгодим Ну, надо сказать, что это очень сложное уравнение Поскольку они друг за другом зацепляются Ну вот не меньше четырех тысяч, по крайней мере их там Вот, и причем еще они зависят от времени И все спектры зависят от времени Вот эти нейтронные и спектры И все-все зависит от времени И сами понимаете, что это большая математическая задача Время образования элементов Вот вертикальная осета Время секунды По вертикальной осеты Время секунды Ну, вот обычно это где-то 8-10 секунд Кривая номер 1 При постоянном потоке А если поток мы уменьшим, то кривая номер 2 будет Но если мы делаем импульсный поток, спадающий во время, то кривая номер 3, видно, что где-то это 1 секунда, 1,5 секунды, вот это время. Энергия в этом распаду больше, чем барьер деления. Возможны всякие случаи, связанные с тем, где находится энергия отрыва нитрона. Потому что деления не будет конкурировать в семиси нитрона, нитрона быстрее всего, чтобы вылетать, чем деление. Ну и всякие варианты, возможно, от того, где там, чего находится. Но барьер деления, ну вот расчеты здесь тоже сказаны силовой функции, которая считалась, что они не дали. Значит, вот видно в левом верхнем углу энергетическая картинка, как энергия меняется. Вот я хотел сказать про барьеры деления, которые красненьким там обозначены. Вот энергия бета распады, так чётно-нечётно эффекта наблюдают вверх, а барьер деления, он никуда не девается. Он может там поколебается немножечко, так сказать, чётно-нечётные эффекты там будут. Но он не уменьшается, по крайней мере, как вот некоторые товарищи там Кранс и Петя Невыльев думали, что, в общем-то, за базовое деление до 100%. Нет ничего на таких 100%, что там нет, и быть не может. До А больших значений. Вот. С учётом вот этого лосинфактора и без учёта факторов потерь, которые там за счёт в это распадок идёт. Ещё раз вот про гинарную модель. Значит, мы вставили вот эти верхние рисунки в плевые дни, посчитали, если давали туда Кюри и Калифорнии, вот мишень, что будет. Ну, видно, что наглядь порядков у нас улучшается ситуация в тяжёлых ярках. Вот здесь вот дальше прошёл по А от 257 до 270, а вкладки, да, как мишень, внутри может быть поутру очень часто. Вот. И вот тут видно, что красное – это вот через одну секунду, что образуется, синенькое через 10 секунд, и через 100 секунд чёрненькое. Видно, что до сверхтяжёков дело вообще тут и доходится, это уравнение мишени. Ну и с Кюриевой мишень получше немножечко. Вот через одну секунду видно красная зона, через 10 секунд синяя зона, и через 100 секунд вот эта вот чёрная зона. То есть здесь дело до сверхтяжёлых доходит. Но что с ними будет после 10 секунд, мы не знаем, потому что вот там знак вопроса. Мы спонтанные деления не учитывали, альфа-распад не учитывали. А это основные каналы там будут этого распада. Поэтому доживут эти ядра до эксперимента, до измерений, не доживут. Мы вот на этот вопрос сейчас ответить не можем. Разработана бинарная модель, которой можно рассчитывать концентрация образующихся ядер. Расчёт проведены вот до 270 и дальше. Порядок такой, что 10-22 в бинарной модели. А до 290, вот в самом низу, то 20-30, вот такой вот порядок. Очень мало. Это очень мало. Вот, очень мало образуется. Ну и в конце я хочу вспомнить наших учителей, которых нет с нами. Это Флёров Георгий Николаевич, который обратил моё внимание на эту проблему и предложил вот эти расчёты делать. Колобашкина, Виктор Михайловича, Теортистова, Игорь Фетровича, которые как раз ко взрыву обратили наше внимание, чтобы там тоже посмотреть, что там можно образовываться из тяжёлых элементов. Спасибо вам за внимание.